Тренды-бренды. Простые истории о непростых бизнесменах. В конце 70-х руководство Sony затеяло сокращение штата. У ребят в отделе по выпуску магнитофонов запахло жареным, и они решили представить начальникам какую-нибудь новинку. Времени было катастрофически малым, поэтому действовали быстро и без изысков. Взяли местный же диктофон, выкинули встроенный динамик и всю записывающую электронику, а кнопку запись переименовали в Hotline. Ее нажатие активировало встроенный микрофон, и владелец мог через наушники слушать окружающие звуки. К счастью, в следующей модели эта функция уже отсутствовала. На корпусе было два разъема для подключения внешнего микрофона и наушников, поэтому можно было использовать сразу две пары ушей. Первый Walkman увидел свет 1 июля 79-го года. Следующая модель знакома уже всем. Размеры плеера уменьшили за счет переноса всей начинки в крышку. Повысилось также и качество воспроизведения звука. Walkman произвел настоящую революцию в мире музыки. Теперь человек мог в любой момент отключить себя от внешнего мира с помощью наушников. Твоя музыка всегда была с тобой. Walkman стал настолько популярен, что буквально через пару лет название бренда стало нарицательным. Теперь потребители любой кассетный плеер называли Walkman. Кассетный плеер стал одним из самых удачных продуктов Sony. За небольшой период их было продано более 2,5 миллионов. Но на пятки Walkman наступал технический прогресс. Не прошло и двух десятков лет, как на полках магазинов его начали теснить CD-плееры. Ирония заключается в том, что свой самый современный кассетный плеер Sony запустила в один год с первым портативным CD-проигрывателем. Если бы Walkman был человеком, он бы наверняка обрадовался тому факту, что и век его соперника оказался недолг. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды. Непридуманные истории о вещах, на которые вы тратите свою зарплату.